Здравствуйте, я Александр Забара, фотограф, преподаватель и цветокорректор. Добро пожаловать на открытый урок. В первую очередь я адресую всем тем, кто проходил обучение на моем курсе цветокоррекции. То, что вы услышите сегодня, является непосредственным продолжением материала, который вы изучали на курсе. А также ко всем тем, кто владеет основными методами объединения объектов Photoshop, это работа с маской слоя, режимами наложения и смешивания. Сегодня я хочу поделиться с вами своей техникой работы в цветовой модели Lab. Как практически все, что связано с работой в Lab, она базируется на приемах, предложенных Даном Маргулисом. Если вы по какой-то причине еще не прочитали его книгу Photoshop LabColor, я вам настоятельно рекомендую это сделать, так как за прошедшие 10 лет ни одна другая работа настолько сильно не меняла подход к процессу цветокоррекции. Моя методика позволяет вам сильно ускорить и упростить работу с ней. Итак, налейте себе чаю, начинаем, будет интересно. Итак, начнем. Откроем, например, вот такую фотографию. Тут у нас два радужных попугайчика с очень насыщенными перьями сидят на каменной почти бесцветной чашке. Если мы посмотрим на RGB-каналы этого изображения, то увидим, что информация о цветных перьях и информация о бесцветной чашке находится у нас в одних и тех же RGB-каналах. Если мы видим только синий канал этого изображения, то определить, какие зоны являются бесцветными, а какие зоны являются очень насыщенными, будет невозможно, потому что, например, вот эти вот синие насыщенные перья на глобе пугая, и вот эта вот серая чашка, на которой он сидит, передается практически одним и тем же оттенком серого. Ну или, например, в зеленом канале будет происходить то же самое. На левом попугай вот здесь насыщенные зеленые перья, и они имеют почти такую же яркость, как и темные части чашки. Что нам это дает? Что если мы захотим воздействовать в RGB на бесцветные зоны, или, наоборот, только на зоны отдельных цветов, и захотим, например, поднять насыщенность, не воздействуя на яркость и контраст, или, наоборот, захотим воздействовать на яркость и контраст, без воздействия на цвет и насыщенность, нам придется так или иначе разделить информацию в RGB-каналах. Кстати, об одном очень интересном способе разделения информации в RGB я хочу рассказать в одном из следующих видео. При переходе же в цветовую модель Lab, большая часть проблем с разделением информации у нас решится сама собой. Давайте переведем картинку в Lab, Image Mode, Lab Color. И я покажу вам каналы цветом. В цветовой модели Lab вся информация о яркости будет находиться в канале Lightness, а информация о цвете разделится между каналами A и B. Каналы A и B содержат информацию о двух связках противоположных цветов Lab. Канал A – это баланс между пурпурным и зеленым, а канал B – баланс между желтым и синим. Один из цветов каждой связки теплый, а один – холодный. В A – пурпурный теплый, зеленый холодный. В B – желтый теплый, синий холодный. Посмотрим на каналы в градациях серого, так как вы будете обычно с ними работать. Если какой-то объект фотографии не имеет цвета, например, как вот эта чашка, то он в каналах A и B будет средне-серым. Теплые цвета в каналах будут светлее, чем средне-серый. Пурпурный в A и желтый в B. Холодные цвета темнее, чем средне-серый. Зеленый в A и синий в B. Если мы с вами возьмем и откроем фотографию, которая была снята на монохромную пленку, преобразуем такую картинку в Lab и посмотрим на каналы A и B, мы видим, что информации в каналах A и B у нас никакой нет. Оба канала залиты средне-серым цветом. Если вы видите средне-серый фон, цвет у нас отсутствует. Давайте вернемся к нашим попугайчикам. И для того, чтобы было понятнее, я расставил на них маркеры, которые контролируют цвет. Маркер номер один на левом попугайе стоит на красной зоне. Маркер номер два на левом попугайе стоит на зеленой зоне. Маркер номер три стоит на правом попугайе на желтой зоне. И маркер номер четыре на правом попугайе стоит на синей зоне. Можно посмотреть на значение цвета в палитре инфо Photoshop и посмотрим на значение цвета для маркера номер один. Мы видим большие положительные значения и в канале А, и в канале Б. Что это нам говорит? Красная это смесь пурпурного и желтого. Раз мы видим здесь большие положительные значения, мы получаем много пурпурного и много желтого. Что, собственно, и требовалось доказать. Маркер номер два. Это на левом попугайе вот эти вот зеленые перья. Как мы видим, у нас содержит отрицательные значения в канале А. Эта картинка стремится к более зеленому. И положительные значения в канале Б. То есть в этой зоне есть некоторое количество желтого. Маркер номер три, вот этот вот желтый, передается у нас отрицательными значениями в канале А. То есть мы понимаем, раз мы имеем отрицательные значения, это более холодный цвет, то есть более зеленый в канале А. Если мы с вами видим в канале Б много желтого, оно передается у нас положительными значениями. Ну, собственно, мы это и наблюдаем. Желто-зеленый цвет. Ну и вот этот вот маркер номер четыре, который у нас передает синий цвет на голове правого попугая, передается большими отрицательными значениями в канале B. Холодный цвет в канале B, это у нас более синий, и очень небольшими положительными значениями в канале A. Мы понимаем, что в этой зоне у нас с вами есть очень-очень небольшое содержание пурпурного. Я отключу лупу. Собственно говоря, когда вы работаете с каналами Lab, вам придется использовать какие-то настройки Photoshop. И обычно для этого используются кривые. В канале Lightness мы будем работать с изменением яркости и контраста, без каких-то изменений цвета и насыщенности. Ну а в канале A и B мы будем работать с цветом и насыщенностью. Как у нас устроена работа с помощью кривых с каналами Lab? Вот на вот этой линии, которая находится в центре, любая точка, которая там оказывается, становится нейтральной. По сути, вот эта вот линия нейтральности. Это у нас будет и в канале A, и в канале B. Если какая-то точка на кривой у нас будет от вот этой вот линии нейтральности, подниматься вверх, то чем выше она поднимется, то тем более насыщенный пурпурный цвет эта точка будет передавать. Причем совершенно неважно, точка будет находиться на кривой здесь, или кривая будет повернута в эту сторону, или она будет повернута в эту сторону. Чем выше по кривой в этой зоне, тем более пурпурный оттенок. Если мы начинаем с вами спускаться от этой точки нейтральности по кривой вниз, то чем ниже точка находится, тем она будет передавать более и более и более насыщенный зеленый. То же самое происходит и в канале B. Если здесь мы с вами от этой точки нейтральности от значений 0,0 будем уходить по кривой вверх, то чем выше поднимемся, то тем более насыщенный желтый цвет мы получим. Если мы будем пускаться по кривой вниз, и опять же неважно в какую сторону будет развернута, на какой угол, чем мы ниже опускаемся, тем более насыщенный синий цвет мы получаем. Одна из проблем для решения, которых часто обращаются к цветовой модели лапы, это изменение насыщенности. Откроем вот такое изображение. Если бы мы хотели изменять изображение по насыщенности непосредственно в цветовой модели RGB, мы могли бы применить корректировочный слой Hue Saturation. К сожалению, при увеличении значения Saturation, картинка будет насыщаться цветом, но очень сильно проявятся артефакты, шумы, и посмотрите, что в зоне заката в этом изображении у нас картинка не становится более детализированной в цвете, она становится более плотной и красной. Это один из самых плохих способов увеличения насыщенности. Если вы уже работаете в цветовой модели RGB, то лучшего качества можно было бы достигнуть, применяя корректировочный слой Vibrance. Тут тоже есть настройка с названием Saturation, но при ее увеличении мы получим гораздо меньшее количество артефактов, будет гораздо богаче гамма полутонов, как вы видите, в зоне заката, и в меньшей степени будут проявлены шумы в окружающих зонах. Ну и настройка Vibrance, всем вам знакома, по RAW-конвертерам выполняет такую же функцию. Чем насыщеннее цвет, тем в большей степени он будет насыщаться. Если мы с вами будем комбинировать две эти настройки, мы можем получить качество гораздо лучшее, и насыщение в гораздо большей степени, чем это можно будет достигнуть с помощью корректировочного слоя Hue Sturation. Однако для получения еще более тонкого контроля за насыщенностью отдельных компонентов цвета и для получения чистых ровных полутонов, даже в очень сильно насыщенных зонах изображения, нам стоит обратиться к цветовой модели Lab. Давайте удалю два корректировочных слоя и преобразую свою картинку в цветовую модель Lab. Для изменения насыщенности в Lab создадим кривую и в кривой зафиксируем те зоны, которые у нас будут отвечать за нейтральность. Это точка 0,0 в центре кривой A и точка 0,0 в центре кривой B. Относительно этой точки нейтральности мы можем производить наклон верхней либо нижней половинки, отвечающей в канале B верхняя за более желтая, нижняя за более синяя. Если я при этом не хочу, чтобы воздействие у меня производилось на нижний сегмент, который, как вы видите, в любом случае в противоход будет сгибаться при изменении верхнего, мне придется поставить несколько ограничивающих точек. Если я хочу, чтобы точка стояла точно на прямолинейном отрезке, то можно поставить одинаковые значения input и output для этого маркера. Таких точек иногда приходится поставить несколько для того, чтобы сохранить прямолинейность всего сегмента кривой ниже точки нейтральности. Посмотрите, что с помощью такой настройки можно получить из достаточно блеклого изображения очень сильное насыщение зон, отвечающих за закат. Если точно такую же работу мы произведем для канала А, я, например, хочу усилить пурпурную компоненту в этом закате, я точно так же могу зафиксировать точками нижний сегмент, который будет отвечать у нас за более зеленые зоны, и начать наклонять против часовой стрелки верхней, которая отвечает за пурпурные компоненты. Как вы видите, мы можем достать из нашей картинки любое практически количество цвета, и самое главное в лап это вовремя остановиться, потому что в отличие от RGB вы можете получить насыщенность почти любую. Каждый, абсолютно каждый, кто на практике использует эту методику, помимо ее плюсов, так же оценил и неудобства, которые она вызывает. Лап это слон в посудной лавке, и даже небольшие изменения каналов в нем приводят к существенным изменениям цвета и насыщенности. Дело в том, что для плавного изменения полутонов в изображении нам придется поворачиваемую половинку оставить линейной, что не так-то просто сделать. Вам каждый раз нужно будет ставить дополнительные точки, которые превращают этот провисающий сегмент кривой в прямую линию. Проблема номер два. Сегмент между нейтральной точкой и первой ограничивающей точкой с обратной стороны. Как вы не стараетесь приблизить этот маркер к нейтральной точке, а ближе, чем назначение, в данном случае минус 4, минус 4, вы ее поставить не сможете. Ставлю. В любом случае, как близко вы ее не поставьте, все равно мы получаем изгиб противоположного фрагмента, как вы видите, в противоход. Это обозначает, что вам придется ставить эти точки максимально близко друг к другу, что не так-то просто, и вызывает просто проблемы с временными затратами. К тому же, если я решу, помимо изменения верхнего сегмента, все равно, хоть немножко, но насытить нижний, который отвечает за цвет облаков, мне придется снова поставить на верхнем сегменте дополнительно ограничивающие точки. И теперь те точки, которые я оставил снизу, снять, произвести необходимое изменение для нижнего сегмента, снова сделать его прямолинейным. Обратиться к каналу А. Решить, что зеленую компоненту нужно немножко обесцветить. Тогда те ограничивающие точки, которые мы до этого поставили, нужно будет снять. И для обесцвечивания можно было бы провернуть кривую по часовой стрелке. Снова придется зафиксировать наш сегмент, делая его прямолинейным с помощью дополнительных точек. Но, чтобы не провисал верхний сегмент, его тоже придется выравнивать. Смотрим на картинку, понимаем, что желтый мы насытили слишком сильно. Мы возвращаемся в канал А, точнее, возвращаемся в канал Б и повторяем эту процедуру. Это может продолжаться практически до бесконечности. К сожалению, вот все то, что я описываю, это то, что отпугивает людей от работы с сотовой моделью Lab, потому что качество, которое вы получаете при изменении в Lab, оно прекрасное. Количества артефактов просто нет. Но приходится тратить достаточно большое количество времени на применение вот этой вот стандартной методики, описание которой вы можете найти у Маргулиса. Мне сказать честно, все это порядком надоело, так как в Lab я проделываю в среднем процентов 30 всех операций с файлом, и поэтому мне захотелось каким-то образом упростить эту методику и сделать ее более дружественной и быстрой. Ну и первое, что приходит в голову, а нет ли какого-то волшебного плагина, альтернатива к ревому фотошопе, который может нам помочь. Да, такой плагин есть. Давайте посмотрим. Называется он CurvMister. Позволяет в том числе работать и с кривыми Lab, и имеет кучу дополнительных возможностей. Тут есть три но. Первое, это коммерческий плагин. Если вы работаете не один, а в коллективе, он должен быть установлен у всех участников процесса, что иногда достаточно проблематично. Второе, его необходимо применить непосредственно к слою или к смарт-объекту, что не всегда удобно. Его нельзя использовать как корректировочный слой. Ну и третье, как бы мне не хотелось его приобрести, этот плагин существует только в версии для PC, и для меня он недоступен. Собственно, на этом наш интерес к плагину CurvMister, как правило, и заканчивается. То есть, нравится нам или нет, но нам как-то придется выполнить задачу с помощью возможностей самого фотошопа. Ну а в чем, собственно, задача? Чего точно мы хотим? Вот, если бы две половинки кривой, можно было бы вращать относительно центральной точки подобно стрелкам часов, то это сильно упростило бы нашу работу. Мы смогли бы просто выставить необходимую насыщенность цвета подобно времени на часах. В чем тут проблема? Проблема в изгибе кривой. На то она и кривая, что относительно любой точки кривая изменяется плавно. А для нашей задачи нам нужно каким-то образом конвертировать обычную точку в угловую или как-то поменять ее свойства. Это было бы полезно не только в этом случае. К сожалению, такой возможности в фотошопе у нас нет. И если нам это не нравится, то нам остается только написать свой фотошоп. Впрочем, если вы программисты знаете решение, как можно внести в код фотошопа необходимые изменения и конвертировать точку в угловую, скажите, пожалуйста, мне. Лично я думаю, что такая возможность стремится к нулю. Что у нас еще остается? Можно, конечно, попробовать нарисовать кривую нужной формы с помощью инструмента карандаш, но в лап даже небольшие изменения в цвете приведут к достаточно сильным искажениям, а конвертировать вот такую нарисованную кривую в кривую по точкам у вас не получится. Вы получите подобную форму. Тут даже есть отдельная кнопка, которая позволяет сгладить эту кривую, но нет кнопки, которая позволяет из кривой изогнутой сделать кривую с острым или тупым углом. И снова нас постигла неудача. Давайте посмотрим на изображение, которое, возможно, нам поможет. Вот это мы, а вот это наша проблема, которая перед нами стоит. Дело в том, что та задача, которую мы перед собой поставили, она слишком расплывчатая и литературная. Что значит, я хочу проворачивать половинки кривой, как стрелки часов. Если это сказать более сухо, я хочу, чтобы два отрезка кривой, которые находятся у нас выше нейтральной точки и ниже нейтральной точки, при повороте сохраняли свою прямолинейность. А определение отрезок это что? Отрезок это часть прямой, ограниченная двумя точками. И вот тут самое главное подняться над проблемой. То, чего не хватает вот этому вот животному. Особенно это трудно сделать, потому что мы уже знаем готовые решения. Мы ведь все прочитали умную книжку и нам уже рассказали, как правильно работать с кривыми лап. Давайте вернемся к самому началу. Ту кривую, которую предложил сделать вам Дэн Маргулис, мы с вами удалим. И начнем с чистого листа. Вот я создаю новую кривую. В ней еще ничего нет. И внимательно посмотрите, например, на кривую канала B. Все, что нам нужно, у нас уже есть. У нас есть две точки и у нас есть прямолинейный сегмент, который их соединяет. Да, точки находятся не в тех местах, но при перемещении любой из этих точек мы оставим сегмент, который их соединяет, прямолинейным. Собственно говоря, вот оно и готовое решение. Две проблемы, которые у нас есть, это то, что точки находятся не в тех местах и то, что при изменении кривой, например, в канале B, нам нужно два таких отрезка, а у нас есть всего лишь один. Но нам тут с вами поможет принцип «разделяй властвуй». Если мы не можем сломать, например, толстый пучок веток за один раз, мы можем разделить его на два и попробовать разломить половинки. Если у нас не получится, окей, можем повторить эту процедуру и таким образом сможем подобрать оптимальное решение для задачи, которое до этого за один прием казалось неуполнимой. Если у меня есть точки только для работы с одной компонентой цвета, значит, я сделаю несколько кривых, каждый из которых будет отвечать за свою компоненту цвета. Давайте посмотрим на другое изображение. Раз у нас есть две точки отрезок, которых достаточно для работы с одним из цветов, то просто переместим одну из концовых точек в положение нейтральности 0, 0, например, для канала А. И посмотрим, как это работает. Неплохо. Всего лишь перемещая один регулятор, я могу производить очень быстрое насыщение цветов. Только давайте обратим внимание, что противоположный цвет нашей лап-связки, в данном случае это зеленый, он у нас обессветился при применении такой вот кривой. Нам нужно каким-то образом его изолировать, нужно вернуть назад вот эти зеленые цвета. И из курса цветокоррекции вы, наверное, помните, что для изоляции информации на слое у нас есть три основных метода. Это работа с маской слоя. Я могу, конечно, нарисовать маску для каждого зонтика, но это будет занимать очень много времени. Так я работать тут не хочу. Это работа с режимами наложения, что мне тоже не поможет. И работа с функцией Blending Options. Давайте я вызову Blending. Я выбираю свой слой, нажимаю на кнопку с опциями палитра и выбираю команду Blending Options. Раз мы с вами работаем с каналом А, то вот в этом неиспадающем списке внизу выбираем наш канал А. И для того, чтобы вернуть зеленые цвета от этого слоя, мы с вами переместим регулятор внизу, отвечающий за зеленое, в положение 128. Если вы будете работать с двумя теплыми цветами, это будет пурпурный и желтый, то регулятор с левой стороны нужно будет поставить в положение 128. Если же вы будете работать с холодными цветами, то регулятор с правой стороны нужно будет поставить в положение 127. Давайте я поставлю регулятор в положение 128. Окей. Нажимаем ОК. И посмотрим, что мы получили. Теперь мы можем с помощью перемещения всего лишь одного регулятора очень быстро менять насыщенность цветов. Нам не нужно больше ставить никаких ограничивающих точек. и противоположный цвет нашей лапсвязки больше никаким образом не будет обесцвечиваться от воздействия вот такого вот половинчатого слоя. Остается создать четыре таких слоя и насыщенность будет полностью под нашим контролем. Делать вручную вам этого не придется, потому что внизу в описании видео вы сможете скачать мой экшен, который сделает все эти операции автоматически. Давайте я вам покажу, как он работает. Вернемся к нашему изображению с горным пейзажем. Скачиваем и разархивируем файл экшена и открываем палитру Actions Photoshop Window Actions. В палитре Actions нажимаем на кнопку с опциями палитры справа наверху и выбираем команду Load Actions. Устанавливаем Actions, который вы скачали, разархивировали в Photoshop. Появляется группа. Мы ее открываем нажатием на стрелочку и для работы с моим экшеном картинка должна быть преобразована в цветовой модели Lab. Если картинка не находится в цветовой модели Lab, экшен произойдет проверка в цветовой модели. Если сейчас она находится в RGB, я попробую воспроизвести его и получу предупреждение. Вначале нужно конвертировать цвет. Мы преобразуем цвет через Image Mode Lab Color и после этого мы можем работать. Я выбираю свое действие. Как вы видите, оно называется Lab Storation Clock, потому что мы хотели восстанавливать насыщенность цветов так же, как стрелки на часах и нажимаю внизу кнопку Play. Экшен создает группу из пяти кривых. Все кривые помечены цветом и подписаны. Помечены серым слой Lightness для контроля за каналом яркости, слои плюс А и минус А для контроля за пурпурным и зеленым и слои плюс Б и минус Б для контроля за желтым и синим. Давайте настроим эту картинку. Я хочу здесь увеличить насыщенность в зоне заката. Закат у нас состоит из более желтой и более пурпурной компоненты. Вначале поставлю мышь на слой, отвечающий за желтое и с помощью горячей клавиши Alt 3 быстро обращусь к необходимому каналу. Поверну верхнюю половинку кривой против часовой стрелки на необходимый угол. Мне кажется, что сильнее насыщать небо желтым не стоит. Но также хочется усилить и пурпурную компоненту. Мы с вами ставим мышь на более пурпурные зоны. Я нажимаю Alt 2 и выбираю нужный канал в слой, отвечающем за пурпурное. Мне не хочется делать совсем красным небо. Я остановлюсь на вот таких значениях. Немножко хочется также поднять насыщенность в синих фрагментах неба. Мы ставим мышь на наш слой, отвечающий за синее. Нажимаем Alt 3 и чуть-чуть повернем против часовой стрелки ту половинку кривой, которая отвечает за более синее. Можно, конечно, сделать вот так, но мне совершенно не хочется получать китайскую скатерть, где вот как раз такие ядовитые цвета вы можете видеть. Ну и есть у нас с вами зеленые цвета, которые только отвлекают внимание зрителя в данной картинке от нашего заката. Можем, наоборот, немножко обесцветить зеленое. Как это сделать? Мы ставим мышь на слой, отвечающий за зеленое. Нажимаем Alt 2 и вместо того, чтобы поворачивать нашу половинку канала против часовой стрелки, мы поворачиваем его по часовой стрелке. Если мы сделаем вот такую вот работу, зеленый будет чуть менее насыщенным, будет чуть меньше привлекать внимание. Что еще здесь остается сделать? Поднять контраст. Нет каких-то сюжетно важных деталей в нижней части, которая является более темной. Мы ставим мышь на слой Lightness, который отвечает за работу с каналом Lightness. Выбираем в кривой пипетку вот с этим вот пальчиком и смотрим, какие оттенки у нас с вами, какие яркости точнее, будут отвечать за нижнюю теневую часть изображения. Я кликаю просто по этим зонам с помощью пипетки и ограничиваю их с помощью точек на кривой. Я хочу чуть-чуть притемнить те фрагменты кривой, которые будут отвечать за тени. Зону средних тонов я верну назад, также поставив точку. И в зоне светов я повожу пипеткой по картинке и посмотрю одновременно в каком диапазоне у меня перемещается точка по кривой. Видите, диапазон оттенков для зоны самого заката это вот этот вот сегмент. Если здесь я произведу S-образный изгиб, но думаю, с кривыми вы работать умеете, мы получим с вами очень аккуратно поднятый контраст именно в зоне заката. Таким вот образом. Откроем еще какую-нибудь картинку. Выберем вот такое изображение. Здесь хочется поднять насыщенность в изображении в зоне штукатурки, которую камера корректно передать не смогла. В жизни она была более теплой и привлечь внимание зрителя к правому нижнему вот этому сегменту, где у нас находятся трубы черепичные. Ну и можно было бы немножко поднять насыщенность в зоне неба, сделать его чуть более чистым. Вызываем наш экшен, нажимаем на кнопку Play. Снова экшен создает группу из пяти кривых. Начинаем снова с желтого, так как желтая зона здесь достаточно массивная. Для выбора нужного канала нажимаем на Alt 3 и производим проворот верхней половинки кривой. Я думаю, что штукатурка не должна быть ядовито-желтой. Она должна быть чуть теплее, чем то, что было снято камерой. Ну вот, как-то вот так. Здесь мы с вами можем обратиться к пурпурному, нажать Alt 2. Трубы у нас не должны быть ядовито-красными, хотя мы можем получить такой оттенок. Мы остановимся наверное на вот таких значениях и еще чуть-чуть я верну назад цвет своей штукатурки. Хочу немножко, чуть-чуть обессветить. По-моему, вот так достаточно. Что мы можем сделать с небом? Первое, что хочется, это поднять насыщенность синего, но на самом деле в лабе, что достаточно интересно, небо почти всегда будет состоять не только из голубой компонента, но и из зеленой. Синий же в небе и так достаточно насыщен. Если мы еще больше усилим его, то я опасаюсь, что он перетянет на себя все внимание в этом снимке. Давайте это проверим. Да, так оно и есть. Вместо того, чтобы работать с голубым для увеличения насыщенности в небе, я предпочту выбрать зеленый канал. Я могу себя заранее проконтролировать, есть ли какие-то другие зеленые объекты, которые я могу испортить. Мы смотрим на канал А и видим, что более темные зоны у нас только в зоне неба, но еще есть узкая полоска кустов, которая к тому же является более темной и там будет почти незаметно изменение насыщенности. Давайте проверим. Если мы ошибемся, мы всегда сможем отменить настройку. Я выбираю слой, отвечающий за зеленое, нажимаю Alt 2 и увеличиваю насыщенность зеленого. Посмотрите, что небо становится более весенним, более прозрачным, что ли. И на самом деле после этого насыщать его с помощью увеличения синей компонента даже и не хочется. Ну и остается нам поднять контраст, так как все-таки здесь достаточно сильный контраст снимки, только ненужные детали. И в теневых зонах и есть блики солнечные, мы с вами выбираем наш канал Lightness и с помощью пальца смотрим, где у нас находятся самые темные зоны. Это какие-то трубы вот здесь. Я их заблокирую. Где у меня находится зона, которая будет назначена на нижнюю крышу, более темную. Где у меня будет находиться точка, которая будет отвечать за вот эту вот тень на стене. Ну и где у меня будет находиться точка, которая отвечает за светлую стену. Я разграничил свою картинку точками. теперь я присемню самые темные крыши, а в зоне светов наоборот опять же подниму контраст. Посмотрите, что у нас будет хорошо проработана фактура на штукатурке. У нас соберется таким образом акцент на наших трубах и уйдут в тень те зоны, где собственно говоря только ненужные детали. Такая вот картинка. Давайте откроем еще одно изображение. Вот такой вот алтайский пейзаж. Применим наш экшн. Нажимаю play. В первую очередь здесь наверное увеличу насыщенность более пурпурных тонов. Нажимаю alt 2 для слоя отвечающего за пурпурное и произвожу поворот против часовой стрелки. Сильнее делать не буду. Усиливаю желтую компоненту, ставлю мышц на желтый слой, нажимаю alt 3 и мне кажется, что сильнее делать этого не стоит. Есть хвойные деревья в средней части. Для работы с ними выберем зеленый слой, нажмем alt 2 и будем работать с нижней половинкой кривой. Есть опасность того, что мы сделаем акцент на средней части больше, чем на нижней. хвою. Мы не будем сильно насыщать хвою. Мне кажется, так достаточно. И можно было бы чуть-чуть усилить насыщенность неба более холодных, более синих тонов. Выбираю слой, отвечающий за синее, нажимаю alt 3, слегка поворачиваю нижнюю половинку. Обратите внимание, что мы достаточно сильно подняли насыщенность для пурпурных зон, но это привело даже к тому, что у нас увеличилась насыщенность и в зоне вот этой горы. Мне совершенно не хочется, чтобы гора у нас с вами насыщалась, чтобы она отвлекала внимание от нижней части, поэтому эта методика совершенно спокойно комбинируется со стандартными способами работы с масками слоев. Так как у меня пурпурных объектов каких-то значимых между вот этой побагровевшей горой и нижними деревьями нет, я могу просто вызвать градиент, взять градиент между черным и белым и нажав кнопку shift для того, чтобы градиент у нас был четко-горизонтальным, на маске слоя провести один штрих, что придет к тому, что верхняя часть на этом слое больше не будет воздействовать на изображение. Как вы видите, у нас теперь пурпурное насыщается только в нижней части. Как вы понимаете, можно пользоваться не только градиентом, но и рисующими инструментами и всем тем, чем вы обычно работаете с масками слоев. Ну и немножко еще поработаем с контрастом. Открываю слой lightness, который отвечает за контраст. Тут, наверное, хочется даже немножко притемнить небо, оно слишком светлое. Посмотрим, в какой части диапазона у нас находятся тени. Мы с вами заблокируем тени. И в какой части диапазона у нас находятся средние тона. Средние тона те, которые как раз попадают на наши деревья, посмотрите на точку на кривой, это вот этот вот сегмент нашей кривой. Чуть-чуть сделаем исообразный изгиб для поднятия контраста именно в средних тонах. То есть мы заблокировали тени, на тени мы не действуем, мы поднимаем контраст в средних тонах и мы чуть-чуть в данном случае притемняем небо, чтобы оно не было таким пересвеченным. Работа выполнена. Занимает это буквально несколько секунд. Следующее изображение это у нас будет вот такой вот стоковый автомобиль перенасыщенный. Здесь неоправданно увеличена насыщенность синих и зеленых тонов. По сути объекты фона стали доминировать над сюжетным центром. Мы это исправим. Мы с вами открываем наш экшен, применяем к изображению нашу группу слоев, ставим мышь на слой отвечающий за синее и нажимаем Alt 3. Для того, чтобы уменьшить насыщенность более синих цветов, мы с вами поворачиваем нижнюю половинку по часовой стрелке. Ставлю мышь на слой отвечающий за зеленое, нажимаю Alt 2, произвожу точно такой же поворот, только на немножко другой угол и останавливаюсь на вот таких значениях. Мы с вами убрали ненужный акцент синего и зеленого. Главный сюжетный центр у нас с вами здесь это автомобиль. Мне в автомобиле в этом не нравится, что при насыщении тот, кто обрабатывал картинку, оставил тут пурпурный оттенок. На мой взгляд, он не оправдан. Он делает машину более грязной. Так как машина у нас с вами состоит из желтого и пурпурного, мы с вами обратимся к пурпурному слою, который отвечает за пурпурное и нажмем Alt 2. В данном случае я тоже хочу обесцветить пурпурную компоненту и поверну верхнюю часть по часовой стрелке. Но обратите внимание на то, что помимо автомобиля пурпурное содержит также и дом с левой стороны. А вот его как раз обесцвечивать я совершенно не хочу. Что же сделать для того, чтобы машина у нас пурпурную компонент потеряла, а дом остался таким, каким был? Ну, можно было бы сказать, что давайте нарисуем маску. Да, это сделать можно было бы, но это заняло бы слишком много времени. Режимы наложения нам в данном случае не помогут. И на самом деле самый простой способ вот в этом месте вернуть пурпурный назад, а здесь его оставить обесцвеченным, это обратиться к блендингу. Я выбираю свой слой, нажимаю в палитре layers на кнопку с опциями и вызываю blending options. выбираю выбираю тот канал, с которым работаю, это канал A. И что я хочу сделать? Я хочу, чтобы вот этот слой пурпурный, который сейчас обесцвечивает картинку, перестал воздействовать на изображение там, где внизу у меня объекты более насыщенные, потому что вот в этой вот стене пурпурного больше, чем в автомобиле. Соответственно, для этого будет достаточно переместить в левую сторону фрагмент на underline layer, на тех слоях, которые находятся внизу, до того положения, пока у нас не появятся назад более насыщенные зоны на нижнем слое. Я аккуратно подбираю значения, дальше я пойти не могу, потому что у меня, как вы видите, появляются назад пятна на крыле автомобиля. Я остановлюсь на вот таких вот положениях и нажав кнопку Alt, я слегка рассоединю эти два регулятора для того, чтобы получить плавный переход между теми пурпурными тонами, которые будут оставлены, и те, которые я скрою. Нажимаю ОК, могу немножко поднастроить изображение и вот получить такую машину, в которой пурпурная не доминирует и красную стенку мы оставили такой, какой она была. Увеличим контраст, я думаю, что машину можно сделать более объемной. Посмотрим, где у нас находятся яркие блики, посмотрим, где у нас находится вот это крыло, обращенное к нам, вот в этом диапазоне находятся оттенки автомобиля, посмотрим, где находятся глухие тени, поставлю мышкой точку, зацепившись за дверь сзади, я хочу я хочу чуть-чуть притемнеть тени и я хочу поднять контраст в зоне светов. Посмотрите, что автомобиль стал более объемным. Опять же, времени на обработку ушло немного, что еще тут можно сделать? Чуть-чуть увеличить насыщенность желтого. Мы ставим мышь на желтая, нажимаем Alt-3 и совсем не сильно производим поворот против часовой стрелки. Работа выполнена. Открываем еще одну картинку. Также эта методика позволяет выполнять различные фотоманипуляции с изображением. Например, вызовем для вот такого файла нашу группу слоев и поставим себе задачу из лета сделать осень. Для этого можно было бы поменять холодные зеленые тона на более теплые пурпурные. Как бы этого можно было бы достигнуть? Мы ставим мышь на свой слой отвечающий за зеленое, нажимаем Alt 2 вызываем нужный канал и перебрасываем вот этот сегмент кривой, который сейчас смотрит вниз ровно на такой же угол вверх. Мы таким образом инвертируем зеленое в пурпурное. Все то, что первоначально было самым насыщенным зеленым, стало бы самым насыщенным пурпурным. То, что первоначально было бы чуть менее насыщенным зеленым, станет ровно настолько же менее насыщенным пурпурным. Сохраняя прямолинейность вот этого сегмента, несмотря на то, что мы инвертируем зеленый цвет и делаем его пурпурным, мы оставляем полутона очень плавно переходящими один в другой и можно сказать, что фотореалистичными, хотя ни о каком фотореализме речь тут уже не идет. Более того, никто не говорит, что вы должны остановиться на вот таком инвертировании. Уже с помощью знакомой методики мы можем с вами начать наклонять нашу кривую и производить насыщение наших ложных искусственно полученных пурпурных тонов. Посмотрите, что тона дают на вот такую красивую осеннюю картинку. Ну, давайте доработаем ее. Я поставлю мышку на желтый слой, нажму Alt 3 и усилю также насыщенность желтого. Сделаем с вами более богатой гамму желтых тонов. Посмотрите, что осенний эффект у нас еще больше усилится. Ну и можно было бы попробовать увеличить насыщенность в настоящих пурпурных тонах. Правда, у меня есть подозрение, что это может быть не очень хорошо. Почему? Потому что свет солнечный, который попал на камень, он в себе пурпурный содержал. Проверим себя. Ну, правда, это именно и происходит. Камень начинает краснить, а у нас с вами и так достаточное количество пурпурного, только ложного, было вытянуто. Так что можно было бы здесь настоящие пурпурные тона не трогать. Я предпочту чуть больше усилить тот пурпурный, который я сделал из зеленого. А настоящие пурпурные не трогать вообще. Ну и в данном случае камень чуть синее, чем бы мне хотелось. В картинке и так много теплого. Вот эти синие оттенки здесь начинают отвлекать. Мы выбираем наш слой, отвечающий за синее. Я нажимаю Alt 3 и слегка поворачиваю кривую по оч часовой стрелке. Я немножко обесцвечиваю вот этот вот синеватый камень. Также можно немножко усилить контраст. Ставлю мышку на канал Lightness. Определяю, в какой зоне находятся темные камни. Определяю, где находится диапазон оттенков для камня в центре. Заблокирую вот эту точку и чуть-чуть подниму контраст ближе к светам. Сделаем более акцентированный блик вот здесь. Давайте откроем еще одно изображение. Например, вот такую фотографию монастыря. Сюжетным центром тут является храмовый комплекс. И чтобы его больше акцентировать, мы можем слегка увеличивать в нем насыщенность желтого, пурпурного и синего. Начнем, наверное, с желтого. Вызываем наш экшн. Создаем группу слоев. Ставим мышь на желтый слой. И нажимаем Alt 3. Поворачиваем против часовой стрелки наш регулятор. Как-то, наверное, вот так. Обратите внимание, что вместе с насыщением желтого во флажках и в окнах монастыря, желтый также насыщается и в листве. И чтобы изолировать листья от насыщения, мы можем обратиться к блендингу. Ставлю мышь на слой. Вызываю Blending Options. И обращаюсь к своей команде Blend If. Так как в листьях желтый у нас менее насыщенный, чем во флажках и в храме, мы начинаем перемещать внутрь диапазона левый регулятор, который отвечает у нас за менее насыщенный желтый. К сожалению, если я попытаюсь все листья убрать с помощью блендинга, сделать это полностью не получается. Почему? Потому что количество желтого вот в этом дереве справа и количество желтого в флажках. Оно одинаковое. Поэтому нам приходится сделать блендингом то, что он позволяет. Остановимся вот на таких вот положениях регулятора. Нажмем кнопку Alt и рассредоточим регуляторы для получения плавного перехода полутонов. Посмотрите, что большую часть деревьев мы изолировали, но осталось дерево справа и дерево в центре, которые не так трудно изолировать с помощью обычной кисти и маски слоя. Черной кистью. Так как листья у нас не подходят близко к храму, мы всего лишь проводим два раза по маске. Таким образом убираем эти два дерева. Также можно было бы усилить и пурпурную компоненту. Ставлю мышку на пурпурный слой. Нажимаю Alt и тоже поворачиваю нашу кривую против часовой стрелки. Посмотрите, что пурпурный содержится не только в храмовом комплексе, но также и в объектах заднего плана. Вот в этих вот домиках, которые начинают отвлекать внимание в ту зону, куда это делать не нужно. Но то же самое у нас в объектах заднего плана из-за воздушной перспективы. Пурпурный будет менее насыщенным, чем в храме, поэтому мы можем обратиться к Blend If. И точно так же начать перемещать левую половину нашего диапазона в правую сторону. Посмотрите, что у нас уже вот на значениях 183 начинают скрываться домики сзади. Они у нас перестают насыщаться пурпурным. Точно так же я нажимаю кнопку Alt и слегка рассредотачиваю два регулятора. Я подбираю оптимальные положения регуляторов, таким образом, чтобы пурпурное в тех объектах, которые находятся в сюжетном центре, у нас оставались насыщенными. А пурпурное в объектах, где мне это не нужно, он постепенно исчезал. Я нажимаю ОК. Ну и можем поработать тут еще и с синим. Так как у нас с вами есть синие объекты, которые находятся в храме, но еще есть и синий в небе. Посмотрим, как это будет работать. Мы ставим мышь на синий слой. Нажимаем Alt 3. Поворачиваем против часовой стрелки нашу кривую. Обратите внимание, что получился симпатичный оттенок в флажках. Мы достаточно сильно повышаем насыщенность вот этих вот синих тентах. Но мне не нравится, как справа и слева вот эти вот два фрагмента в небе начинают увеличиваться по насыщенности. Опять же, у нас справа и слева в небе синего меньше. Он менее насыщенный, чем в объектах в центре. Повторяю ту же самую процедуру. Вызываю Blending Options. Но только теперь диапазон у нас находится с левой стороны в этом канале. И мне приходится сдвигать регулятор в левую сторону. Я сделаю немножко по-другому. Я сразу нажму кнопку Alt. И только левую половинку регулятора буду перемещать в левую сторону. Что мне это дает? У меня остается весь диапазон синих тонов. Но от середины примерно диапазона до самых малонасыщенных синих цветов я делаю плавный-плавный-плавный градиент перехода. Синий в небе остался. Более того, он чуть-чуть насыщается. Просто это делается совершенно не агрессивно. Нажимаем кнопку ОК. Чуть-чуть еще поднимем контраст. Ставлю мышку на канал Lightness. И активирую вот этот пальчик. Изолирую себе дерево на кривой. Я не хочу, чтобы объекты темные, такие как дерево или такие как вот эти глубокие тени, у меня затемнялись. Посмотрю, где находится самый светлый фрагмент неба. Деталей там нет. Поэтому можем просто блокировать его от воздействия. И посмотрим, в какой части тонального диапазона находится у нас полутона, которые отвечают за храм. Где-то вот здесь мы можем произвести небольшой сообразный изгиб кривой для того, чтобы еще чуть больше внимания зрителя привлечь к нашему сюжетному центру. И вот работа у нас сделана. Думаю, примеров достаточно, и вы поняли, как все это работает. Мы с вами теперь можем изменять цвета качественно, быстро и с минимальными трудозатратами. На самом деле, то, что я показывал, это только малая часть тех возможностей, которые открывает перед вами работу в лап. Я надеюсь, что моя техника теперь позволит вам обращаться к ней гораздо чаще. Но самое главное, о чем мне хотелось рассказать вам сегодня, это то, как правильно поставленная задача помогает найти ее оптимальное решение. И в завершение хочу обратиться к вам. Спасибо, что были сегодня со мной и, надеюсь, до новых встреч!